Всем привет! Сегодня мы снова с Машей Мартыновой, но не просто так, а хотим поздравить Машу, она выиграла недавно, вот вернулась тогда, буквально вчера, Reptide Classic, это Panama City Beach. Звучит как ругательство, но это хороший город. Заняла первое место в категории старше 30, и второе в финале, это назывался Open Short Class. Так что смотрите, девчонки, если вы будете тренироваться, то будете, как Маша, выглядеть гораздо моложе, и всегда будете молоденькими, и красивыми, и сексуальными. Поздравляю Машу тебя! Вот такой замечательный кубок она выиграла. Вот это не знаю что. Это была... Медальку мы вам потом покажем. Да, это у нас был пропуск участника. Маша, сегодня я хочу, чтобы ты ответил на такой вопрос, который задают чаще всего девчонки, по крайней мере мне. Я всегда в своих видеороликах говорю, что для ягодичных мышц, для красивой попы подтянутой, нужно приседать. Приседать, приседать и приседать. Но многие мне пишут, что не чувствуют ягодичные мышцы в этом упражнении. Что ты можешь сказать по этому поводу? Могу сказать, что не обязательно чувствовать ягодичные мышцы. В этом упражнении они в любом случае работают. И, скажем так, проанализировать, насколько эффективны приседания, я считаю, по моему личному опыту, можно не раньше, чем через 6 недель после начала приседаний, правильно? То есть, пока процесс адаптации произойдет, пока приспособишься к данному упражнению, получишься его делать. Ну, как можно сказать на следующей тренировке, что я не чувствую ягодицы, я его делать не буду? Сфотографируйте, извините, вашу пятую точку с начала занятий. Пусть пройдет полтора месяца, может быть два. Сделайте повторно фото и посмотрите, насколько что изменилось. Если вам нравится, но вы до сих пор не чувствуете ваши ягодицы, значит, это работает, надо просто сосредоточиться на упражнениях. Может быть, стоит добавить какое-то предварительное утомление на ягодичные мышцы, какие-то упражнения и потом делать приседания. То есть, мое мнение, надо экспериментировать. Не зацикливаться только на приседаниях, это прекрасное упражнение. Но экспериментируйте с другими упражнениями в процессе. То есть, вы сделали приседания. Обработайте его до или после дополнительным количеством упражнений и все. От себя хочу добавить, что Маша даже немножечко сглазила. Только через три месяца вы можете заметить какие-то изменения, что-то чувствовать после того, как вы начнете тренироваться. Первый месяц-два вы будете только учиться технике, технически грамотно приседать, если у вас хороший, грамотный инструктор. Если вас с первых тренировок грузят тяжелыми весами, то сразу бегите от этого инструктора. Это не инструктор, а... Убийца. Да, я хотел выругаться, но ладно, скажем так. Что нужно, чтобы чувствовать свои ягодичные мышцы? Скажем так, чтобы акцент от этого упражнения переходил действительно на ягодичные мышцы. Это первое. Приседать в широкой стойке. Чем уже вы ставите ноги в приседаниях, тем больше включаются квадрицепсы. Чем шире, тем больше работают ягодичные мышцы и бицепсы бедер. Помните об этом. И не забывайте, что присед – это базовое упражнение. И нагрузка распределяется по всем абсолютно мышечным группам. Независимо от того, в какой стойке вы приседаете, широко или узко будет работать абсолютно все. И не только попой ноги. Будут работать у вас абсолютно все мышцы в вашем организме. Это единственное упражнение, также, вернее, не единственное, а одно из двух упражнений, когда работает все ваше тело. Второе упражнение – это становая тяга. И, совершенно верно, делайте базовые приседания, выбрасывайте гормоны в кровь, а после этого уже дополнительными упражнениями загоняйте эти гормоны в ваши ягодичные мышцы. И будет у вас прекрасная попка, красивая, сексуальная, как у Маши. Спасибо. Задавайте вопросы, какие вас интересуют, насущные, что вас беспокоит. Маша обязательно вам на все ответит. Всем пока! Удачи! 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 Продолжение следует...